Всем привет, меня зовут Макс, это ленивый канал и важно, переходите и смотрите это видео по ссылке в описании и в подсказке. Это видео в ухудшенном качестве, потому что YouTube почему-то подумал, что это видео залито уже 2 дня назад. Оно и было залито, но оно не было опубликовано нормально. Поэтому не надо оповещать никого, в том числе и меня, и вообще никого. Зачем оповещать, что новое видео на канале вышло? Вообще давайте поставим вот так, что оно как будто вышло 2 дня назад. Отличная, блин, идея. А к тому времени, когда я понял, что YouTube совсем поехал крышей, у меня уже нет исходников, я не могу перезалить в оригинальном качестве. Так что переходите по ссылочке и смотрите видос в нормальном качестве, а не в этом порезанном. Все, теперь окончательное спасибо, пока. Всем привет, меня зовут Макс, это ленивый канал и сегодня у нас ромейские испытания. Это новая рубрика, где я тестирую технику, присланную мне конструкторскими бюро моего дискорд сервера. Это объединение игроков, которые занимаются различной деятельностью, но сейчас они разрабатывают технику согласно моему техническому заданию. Эта техника будет противостоять моей Праге СТ-2. Важно понимать, что КБ должны были создавать технику по мотивам техники раннего периода Второй мировой войны. То есть, конечно же, можно было создавать всяких уродцев и более современные дизайны, но все-таки в приоритете стояли именно угловатые, достаточно примитивные дизайны начала войны. Сегодня у нас КБ Сэнкчуэрри, которая воспользовалась опытом бронетранкторов и создала что-то более современное, более похожее на танки начала Второй мировой войны. Я пишу это видео не, как обычно, с микрофоном записанным после видеоряда, для того, чтобы вы видели мою реакцию. Что ж, отправляемся в бой. Я записываю видео на экспериментальном патче, поэтому у меня есть возможность выстраивать бронетехнику в порядке. То есть, как видите, эти красные флажки обозначают места, куда должна будет доехать бронетехника. Правда, на Railways это может сыграть негативную роль. Так, первый противник, кажется, это средняя или даже тяжелая машина. В Сэнкчуэрри предоставили три танки, но срек тяжелые танки редко появляются на Railways. Прямо скажем, никогда. Отлично, кажется, это был... КЛ это легкий танк. Прага пока прорывается достаточно уверенно. Мы не ждем потери, в то время как броня легких танков, естественно, лопается. Все-таки Прага это средний танк, и неудивительно, что мы достаточно легко уничтожаем противника. Но, видим, в бой поступает тяжелая машина, или медленная, средняя. Насколько помню, это тяжелая. И мы теряем первый танк. Судя по всему, его орудия вполне достаточно для пробития брони Праги. Мы в прежнем подбиваем легкие танки. Я пока все еще не вижу среднюю машину. Средние машины убивают еще одну и еще одну Прагу. Правда. Да плохо у нас остается, мало бронетехники. Кожа его орудия вполне достаточно. Есть первый подбит. У нас осталось три машины. И мы все-таки выигрываем, подбив последний третий танк. Что ж, это было явно интересно. Давайте отправимся на поля. Поля, это карта, которую изменили больше всего. Она стала куда как интереснее. Поэтому здесь будет наиболее существенное противостояние. Итак, Прага из Раглам. Поехали. Здесь будет два этапа противостояния. Я надеюсь, сейчас техника постепенно перестроится. Как видите, Праг тут больше. Мы постараемся атаковать противника без замедлений. Итак, наша техника постепенно выстраивается. Немножко замедлимся. Да, наконец-то в игре появился круиз-контроль. Теперь мы можем контролировать максимальную скорость танка, не нажимая постоянно бутылку боя. Итак, бронетехника выстраивается в аккуратную линию. Мне очень нравится это наведение. Я ускоряюсь. Это реально похоже на небольшое бронетанковое подразделение, что не может меня не радовать. Кстати, да, экранами я обшивал этот танк не в надежде на сами экраны. Это была мера предпринятая для красоты. Но теперь экраны действительно работают. Теперь экраны добавляют бронирование, что, конечно же, несколько вносит за талант. Потому что Шкода... Ну, ладно, это не Шкода, это Прага. Куда как менее бронированный изначально танк. Теперь брони даже местами слишком много. Итак, мы выдвигаемся. Вот уже скоро должен появиться противник. Пока мы никого не видим. Ох ты ж. Вот это я больше всего терпеть не могу, когда мои машины подбиваются непосредственно моими же танками. Итак, вот наши снова КЛ-ки. Они идут плотной группой. Я потерял что-то и машины просто из-за того, что мои Праги... не могут нормально стрелять. Какая-то хуйня. Так, видите, легкие танки лопаются. Но это не единственное. У них нет серьезной брони, да и не должно быть. 20 тонн сложно сделать максимально бронированный танк, при этом не сделав его танком про углы. Так. Кажется, первоначальные машины уничтожены. Теперь нам предстоит столкновение с вражескими средними танками. Это уже куда как более опасно. Мы потеряли несколько машин, что, конечно же, грустно, но потеряли в основном за дружескновение. Первые стрелы пошли в сторону противника. Это несколько стран. Станция великовата. Ага, вот они появляются. Средние танки противника. Станции действительно огромные. Видите, огонь наших танков выглядел достаточно уверенно и интересно. Мне, на самом деле, правда, интересен результат столкновения со средними машинами, потому что, ну, это, скорее всего, тяжелый танк. СМ, это, насколько я помню, тяжелая версия от КБ Сенчери. И столкновение с ними будет куда как более опасным. Более, что я вырвался вперед на какой-то пик. Насколько я понимаю, его пушки вполне достаточно для пробития нас в лоб, пусть даже не под всеми углами. В то же время, как мы, не всегда пробиваем вражескую машину в лоб. Хотя, как видите, первый вражеский танк подбит. Так, вижу машину противника. Дистанция просто предельная. Противник пока промахивается. У нас преимущество в численности. К сожалению, на полях противник не сихпает в двух группах. Это сделано для интереса. Но для нас это, конечно же, плюс. Так, мы уехали на позицию и начинаем из стены. Так, это подбитая машина. Видите, я не поднимаю там. Так, это плохо. Там не вьют огонь сбоку. Черт. Вот этого я не ожидал. Так, это СМ. Так, еще один сиденький танк. Есть. У нас осталось 7 боевых машин. Конечно же, не очень много. Но партийник, по сути, уничтожен. Не будем все это затягивать слишком долго. И приступим к осмотру самой бронетехники. Итак. У нас есть машины от Сэнкчури. И мы должны будем сейчас их осмотреть. Отправляемся в сэндбокс. Витч фэкшн. Единичка. Открываем. КЛК. Блин, это... Правда, интересно сделанная машина. Мне нравится. Видимо, мы видим скошенные борта. Что, в принципе, решение неплохое. Небольшой наклон бронелистов. Давайте посмотрим броню. Ну, броня, конечно же, не очень велика. Но она и рассчитана против легкой бронетехники. И против легкой бронетехники этого вполне достаточно. На мой взгляд, слегка слабовата пушка. Хотя для легкого танка это вполне оптимально. Как видите, игра опять багует. На самом деле, у танка все хорошо с этими параметрами. И есть и миллиметровка пробития 69. Ну, нет, это нормально для легкой машины. Но можно было бы, конечно, и больше. Ух. А вот средняя машина, скорее даже тяжелая. Мне очень даже нравится. Посмотрите, бронирование очень... Кстати, замечается очевидная преемственность поколений. Этот танк явно вдохновлялся первым. То есть, это можно назвать серией. И машина, правда, интересная. Пушка у нас 75 миллиметров с пробитием 96 миллиметров. Что, в целом, достаточно неплохо. У нас полный экипаж. Ну, что ж, достойно. Давайте посмотрим последнюю. Сверхтяжелая машина. О-о-о-о-о. Нет, ну вот это прям клево. В смысле, да, она не воевала в наших видео. Потому что пробития ее пушки недостаточно. Она заменяет собой весьма полезные машины СМ. Да, это похоже на сверхтяжелый танк. Мы видим очередную преемственность поколений. Хотя танк сильно отличается. У нас есть характерные черты предыдущих машин. У нас есть 105 миллиметровая, с 22 миллиметровой гаубицы. Но с небольшим пробитием. Возможно, все-таки стоило дать пушке немножко большее бронепробитие. Сделать таким тяжелым истребителем танков. Но мне очень понравилась эта серия. Надеюсь, вам также понравились армейские испытания. На этом мы потихоньку заканчиваем. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok